Учитывая, что у нас с вами такая конференция образовательно-научная, то есть при всё образовательное, я хотел бы рассмотреть именно самые общие вопросы отлучения без какой-то детализации и без привязки к каким-то конкретным ситуациям, иначе у нас получится вообще очень длительный разговор. Обращаю ваше внимание, что по некоторым более частным вопросам отлучения вы можете посмотреть соответствующие лекции на сайте Института нейрохирургии Бурденко. У лицензии у Станислава и доктора Полупана есть лекции по отлучению нейрологических, нейрохирургических больных. У доктора Кулакова есть отдельная лекция по отлучению больных обл и так далее. Я постараюсь остановиться на более общих принципах. Отлучение, понятно, что нам очень важно, что есть время вентилировать, есть время отлучать. Чем раньше, тем лучше. As soon as possible, как можно быстрее. Это третий принцип механической вентиляции лёгких, но в ряде случаев труднее сделать, чем сказать, потому что не так легко, чем быстрее. Получается, я думаю, понятно, что своевременность отлучения очень важна. И вот сам процесс отлучения – это, собственно, ничто иное, как переход работы дыхания от аппарата к пациенту. Период весьма ответственный. Он может продолжаться очень долго. Будьте морально к этому готовы, что у ряда пациентов с трудным отлучением процесс самого отлучения может быть больше, чем основной этап ИВЛ. К этому надо просто быть морально готовым. Это учитывая свои практики и не гнать коней. Не гнать. То есть если пациент трудноотлучаемый, надо спокойно, не торопясь, взвешенно, в этом разобраться, а не лихорадочно перескакивать от одной методики к другой. И чтобы было ясно, что такое успешное отлучение на сегодняшний день, то есть это отсутствие необходимости в инвазивной ИВЛ более 48 часов после экстубации. То есть мы с вами говорим насчет инвазивной ИВЛ в данном случае. И своевременность действительно важна, потому что совершенно справедливо отмечают такие известные авторы, как в свое время Кинсли и Нил Макинтайр, наверное, один из самых известных корифеев, экспертов в области отлучения. Они совершенно справедливо говорят, что в значительной части случаев мы запаздываем с отлучением. Это и говорит о ситуации так называемых незапланированных экстубаций. Или пациент сам себя экстубирует, когда плохо привязали. Или при его переворачивании. То есть получается, и мы это видим на практике, и ваш покорный слуга сталкивается с этими ситуациями тоже, что почти половина пациентов, у которых произошла вот такая незапланированная экстубация, практически дальше не требует повторной интубации, оказывается. Вот такие ситуации. То есть пациент сам себя экстубировал, а мы смотрим, что вроде бы ему действительно уже и не нужна повторная интубация. Это бывает, вы видите, поэтому это показывает то, что мы с вами в значительной части случаев запаздываем. Запаздываем с отлучением, с оценкой пациента для отлучения. А ведь по большому счету отлучение – это всегда баланс. Это баланс, тонкий баланс, который действительно трудно оценить. Баланс между возможностями и нагрузкой. Возможности пациента и нагрузкой на респираторную систему. Это тонкий баланс. И этот баланс можно и нужно учитывать через определенные показатели по определенным схемам. Но вот с моей точки зрения и не только с моей, вот самая лучшая такая методика, более-менее постановленный консенсус, рекомендации были изложены в свое время, еще в 2007 году, группой Task Force по отлучению. Мне кажется, что лучше, вот так глобально лучше на сегодняшний день это еще не описано. Поэтому, кого интересует более подробно процесс отлучения, я рекомендую прочитать данную статью и буду на нее регулярно ссылаться. Потому что, согласно этой концепции, есть определенные этапы отлучения. Сам по себе, вы видите, основной период ИВЛ уже должен рассматриваться как подготовка к отлучению, потом инициация к отлучению, потом готовность к процессу отлучения, наконец, тест спонтанного дыхания, экстубация и дальше постэкстубационный период, либо все хорошо, либо неназивная вентиляция, либо реинтубация и так далее. То есть есть вот такие определенные этапы, которые описаны у Боуса и в том числе у Мартина Тобина в последнем издании принципов механической вентиляции легких. Конечно, нас больше всего интересуют пациенты с трудной интубацией. Это пациенты, у которых требуется 2-3 теста спонтанного дыхания, либо отлучение более 7 дней. И продленные, поэтому целый, вот так видите, такой вот контингент больных может потребовать от нас дополнительной оценки и знаний. Вот по более новому исследованию 2017 года, классификация WIND, видите, она близка, но вот смотрите, 57, 10 и 9. То есть 57 плюс 10, 67, грубо еще там 77, 78, а остальные пациенты, вот они показывают, у них по той или иной причине даже не было попыток к процессу отлучения. То есть по разным причинам, по тем или иным причинам, вот значительная часть пациентов как бы остается вообще без системного подхода к отлучению. Вот поэтому желательно, чтобы все пациенты, которые хотели бы отлучить, вот включались у себя вот именно в этот вот системный подход, а не хаотичное отлучение. Какое значение имеет основной период ИВЛ для последующего отлучения? Это тщательное лечение основного заболевания, это седация в остром периоде, в остром периоде только. И тут тоже есть свои нюансы, приудительные либо синхронизированные режимы и обязательно протективные принципы механической вентиляции легких, обязательно. Вот именно протективная вентиляция поможет в последующем с более ранним и более эффективным отлучением. Вот по седации есть уже определенный консенсус, должен быть какой-то целевой уровень седации, не просто седация ради седации, то есть надо перед собой и перед пациентом ставить какую-то цель. Чаще всего применяется шкала РАС, кто не знает, почитайте в интернете, то есть до какой степени укресения сознания нужно седировать данного пациента. Одно дело, если, например, это пациент в остром периоде чередно-мозговой травмы или тяжелый ОРДС, когда требуется более выраженная седация, и другое дело, пациент без данной патологии может быть седация и не нужна до минус 5, а хватит до минус 3, минус 4. То есть целевой уровень седации какой-то должен быть, а не вообще седация ради седации. И подчеркиваю, вот еще важный момент, особенно у тех, как мы это видим и в нашем отделении, которое является отделением хирургической реимации, важна именно аналога седация. Не только седация, но и аналога. Не забывайте про обезболивание у этих пациентов. По этому поводу есть дополнительные рекомендации 2017 года, которые как бы дополняют эту систему. Они не вместо системы, вот эти рекомендации дополняют эту систему, поэтому мы видим, что рекомендуется именно протоколированная целевая седация. Это важный момент. И в свое время было показано, что консервативная седативная терапия, вот именно целевая консервативная и регулярные отецы спонтанного дыхания снижают как время на ИВЛ, так и нахождение в ИИДР. Это относительно свежая статья, видите, 2018 года. То есть можно было, то есть только лишь за счет консервативного протокола целевой седации, какой-то целевой седации и регулярными тестами спонтанного дыхания, вот было показано, что можно снизить время ИВЛ и время в ИИДР. Инициация. Когда мы уже начинаем инициировать процесс, очень важно заметить этот момент и уже начинать непосредственно инициацию отлучения. То есть если есть положительная динамика основного заболевания легочной механики, не откладывая в долгий ящик, надо начинать процесс отлучения. Обязательно уже снижение и прерывание седации. Снижение и прерывание рекомендуется. И обращать внимание на синхронизацию ИВЛ. Есть целый комплекс мероприятий по синхронизации ИВЛ. Он описан и в монографии наших замечательных авторов из института Бурденко. И в прошлом году я обращал, у меня была целая лекция по этому поводу. Синхронизация на этом этапе имеет колоссальное значение. Хорошая синхронизация между пациентом и аппаратом. Далее, ранняя мобилизация. Физиотерапия, активация важна. По этому поводу, в дополнительных рекомендациях 2017 года, мы видим определенно, что рекомендуется протоколированная реабилитация и ранняя мобилизация. Это влияет на эффективность отлучения и количество дней на искусственной вентиляции легких. Критерии. Основные критерии инициации, именно вот такие цифровые критерии, вы видите на данном слайде, они мало изменились за последние годы. В свое время их сформулировал Макинтайр, один из самых известных экспертов по отлучению. Практически большая часть других экспертов с ним в этом плане согласны. Поэтому я привожу критерии Макинтайра, по которым мы видим, что надо определенно уже инициировать процесс отлучения. Не буду их все перечислять, они здесь представлены. Потом у вас еще будет больше времени посмотреть. Во время инициации и последующей готовности к процессу отлучения я бы обратил ваше внимание, что когда мы уже занимаемся непосредственно отлучением, мы уходим от любой принудиловки, от любых приудительных вдохов, от любых приудительных режимов. То есть никакого SMV, никакого PSMV, никаких байпапов, дуопапов и прочего не должно быть. Пациент остается один на один с поддерживающим давлением. И это давление на фоне минимальной, либо отсутствующей, либо просто минимальной седации для комфорта пациента, и обязательно снижать поддерживающее давление. Не забыть снижать его. То есть оно не должно оставаться там, как иногда приходится видеть на цифрах, чуть ли не 18, 20, 22 см водного столба. Надо постепенно снижать и поддерживающее давление, и уровень констрации кислорода, чтобы определить степень кислорода зависимости пациента. ПИП особенно не торопитесь снижать, и особенно не торопитесь снижать ПИП у пациентов с низкой, повторю, низкой податливости грудной клетки. Вот здесь торопиться совершенно не надо. Ничего страшного не произойдет, кроме пользы, если вы этих пациентов оставите на 7, 8, даже 9 см водного столба ПИП. Подчеркиваю, особенно у пациентов с низкой податливостью грудной клетки. Ежедневная оценка возможности проведения теста спонтанного дыхания. Это уже на сегодняшний день весьма определенная рекомендация. Поэтому в том или ином протоколе в основном это все отражено. Я бы рекомендовал опять-таки протокол Макентайра. Окончательно он его сформировал относительно давно, еще в 2007 году, но весьма неплохой протокол. То есть им вполне можно пользоваться. Опять-таки не буду все перечислять. Здесь определенно, но вот видите, ежедневная оценка основного заболевания, газообмена, стабильность гемодинамики, спонтанного дыхания, ежедневная оценка с самого утра на обходе оценивать и дальше действовать согласно вот этому алгоритму. Практические шаги, совершенно практические шаги. Здесь основные расписаны Макентайром, поэтому можно даже себе сделать вот такую вот напоминалку, табличку, исследовать этому алгоритму. А вообще алгоритм важен, потому что было показано различными исследованиями, в том числе и метаанализом, в Кохрейновских данных, что следование какому-то протоколу, не обязательно вот Макентайросу, но следование какому-то протоколу вообще не хаотично заниматься отлучением, а по какому-то протоколу, принятому в вашем отделении, то есть чтобы специалисты занимались отлучением по какому-то протоколу, оно снижает время ИВЛ и увеличивает эффективность процесса отлучения. Отсюда дополнительные рекомендации 2017 года. Рекомендуется протоколирование отлучения от ИВЛ. Это отдельная рекомендация, которой очень желательно следовать. Обращаю ваше внимание на некоторые параметры. Вот потоковый триггер. Не 4-5 литров в минуту, как приходится часто видеть. Буквально, по крайней мере, у взрослых больных 2-2,5 литра в минуту максимум. Попробуйте 1-2 потокового Т, попробуйте. Если не будет аутотриггирования, вполне можете пациента оставить на таком величине триггера. Ради хорошей синхронизации. Своевременно снизить концентрацию кислорода. Буквально, чтобы СПО-2 было более 92, а у пациентов с ХОБЛ где-то 88 и больше. Вполне достаточно. Хорошая скорость потока. Или парамп, или райстайм. В зависимости от того, что у вас на аппарате. Обеспечить пациенту хорошую скорость потока, чтобы аппарат успевал за пациентом. Успевал. Чтобы была хорошая потоковая синхронизация между аппаратом и больным. Чувствительность экспираторного триггера. Не забывайте. Если есть возможность, используйте. Я рекомендую вам компенсацию сопротивления энтерхиальной или трахеосомической трубки. Хорошая методика. Не вижу никаких препятствий. И не забывайте про настройки вентиляции апноэ. Мало ли что, в случае чего аппарат своевременно перейдет на вентиляцию апноэ. Это все практические моменты без излишней теории. Говоря о тесте спонтанного дыхания. Какие вот с академической точки зрения. Конечно, их довольно много. Но вот именно с академической точки зрения, что мы рассматриваем в качестве тех или иных критериев проведения теста спонтанного дыхания. Есть общие критерии, есть респираторные критерии. Вот такими основными общими критериями являются разрешение или выраженная положительная динамика основного заболевания. Трекочной механики без седации или минимальная аналгоседация. В расчете, если есть необходимость поддержки гемодинамики препаратами, то это либо дофамин до 5 мкг на кг веса. Либо норопенефрин до 0,2 мкг на кг веса в минуту. Контакт. Контакт под вопросом. Глаз в комбаскейл под вопросом. Почему под вопросом, опять-таки, как мы отлучаем пациентов в вегетативном состоянии? Мы же отлучаем их. И они потом дышат самостоятельно. Поэтому здесь есть ситуации, когда надо критически подходить к этим моментам, к оценке уровня сознания и нейрологического статуса. Кошлевой рефлекс желательно, чтобы был. Почему я говорю желательно? Потому что, опять-таки, приходится... Мы же отлучаем пациентов, у которых очень слабый кошлевой рефлекс. Но, как правило, это пациенты на трахеостоме. И потом им требуется помощь в плане санации. Но если есть такая адекватная последующая помощь в плане санации, то, в принципе, можно отлучать и пациентов со слабым кошлевым рефлексом. Умеренное количество мокроты. Если много мокроты, если действительно очень много мокроты, такая выраженная эксцедативная фаза, лучше подождать с тестом спонтанного дыхания. И насчёт ишемии миокарда. Не будет лишним, особенно у пациентов возрастных или с опустящими заболеваниями, снять кардиограмму и посмотреть насчёт ишемии. Потому что отлучение и сам по себе тест спонтанного дыхания – это дополнительная нагрузка на миокард. Это определённый стресс-тест для миокарда. Поэтому будет не лишним проверить пациента насчёт наличия и отсутствия ишемии. Респираторные критерии. Само собой, что это приемлемая легочная механика. Если легочная механика по комплаенсу или сопротивлению не позволяет, лучше даже не начинать тест спонтанного дыхания. Пациент не требует констрации кислорода больше 40. Пациент не требует ПИП больше 8. Приемлемая на этом фоне оксигенация. Пациент не требует поддерживающего давления больше 15. И приемлемая частота спонтанного дыхания. Лучше 12,25. По другим рекомендациям меньше 30. Но я чаще ориентируюсь на эту величину. Поэтому есть разные методики теста спонтанного дыхания. Через Т-образную трубку или просто на уровне ПИП-СИПАП. В настоящее время в основном рекомендуется методика минимального поддерживающего давления. По возможности с компенсацией сопротивления антрохиальной или трохиостомической трубки. Вы видите вот ПИП-5, ФИО-2-25, 30 и поддерживающего давление на минимальном уровне. Длительность, видите, сама по себе длительность теста спонтанного дыхания чаще всего 30-40 минут, не больше. Нет смысла 2 часа, как раньше рекомендовалось. Это не влияет ни на исход отлучения, ни вообще на исход пациента. Поэтому в доподлитой рекомендации 2017 года по этому поводу мы видим определенную рекомендацию. Т-спонтанного дыхания с поддерживающим давлением. То есть не просто уровень ПИП-СИПАП, не просто Т-трубка, а вот именно минимальное поддерживающее давление на сегодняшний день. Такая рекомендация. И вот статья 2019 года совершенно свежая. Видите, ряд авторов, серьезных авторов показали, что применение именно 30-минутного теста спонтанного дыхания с поддерживающим давлением повышает вероятность эффективности отлучения по сравнению с Т-образной трубкой. Вот такое исследование этого года весьма интересно. подтверждает эту рекомендацию. Что мы видим у пациента в случае успешного прохождения теста спонтанного дыхания? Уровень сознания, поведения. У неврологических пациентов, если они были в сознании, а во время теста спонтанного дыхания начинает угнетаться это сознание, это должно вас сразу насторожить, сразу же, моментально и прекратить тест спонтанного дыхания. Для неврологических и нейрохирургических пациентов уровень сознания – вот такой четкий и быстрый показатель. Нет участия в вспомогательной мускулатуре. Не поленитесь лишний раз послушать легкие пациента. Должно быть хорошее проведение шумов, стабильность гемодинамики, шесты самостоятельного дыхания, оксигенации и так далее. Вот индекс Тобина. Сам по себе Тобин, когда мы ему задавали соответствующие вопросы, он приезжал не раз в Россию. Вот видите, во-первых, он указывает, что лучше оценивать индекс, когда он меньше 80, и дальше этот индекс как бы скрининг, то есть вообще глобальная готовность того или иного пациента к более активному отлучению. То есть такой вот эффект скрининга. П-01 тоже большее значение имеет для нейрологических пациентов. И вот ещё одна интересная работа, ещё одна интересная статья попалась мне. Вот группа авторов рекомендует, что после теста спонтанного дыхания, даже если тест был успешен, возвращать пациента обратно на предыдущий уровень респираторной поддержки. То есть пациент успешно прошёл тест спонтанного дыхания, но он не экстубируется, возвращается обратно на предыдущие уровень респираторной поддержки и потом экстубируется. Вот по их данным вот такая методика лучше улучшает результаты экстубации и уменьшает вероятность последующей реинтубации. Вот для вашей информации есть, видите, и такая предложенная методика на довольно большом количестве пациентов. Вот что касается индекса Тобина, соотношения частоты и дыхательного объёма, то вполне логично, что Тобин рекомендует именно меньше 80. Когда, вот видите, я посмотрел оригинальную статью, их ещё в 91-й год, так действительно, вот большая часть успешного отлучения пациента была тогда, когда индекс Тобина был меньше 80. Я не знаю, теперь я уже не знаю, почему не рекомендовали 105, хотя раньше общепризнанно было 105, и Макентайр пишет везде, что если индекс меньше 105, то вероятность лучше и более безопасной экстубации. Но вот по данным оригинального исследования действительно этот индекс должен быть меньше 80, потому что, таково, обращаю ваше внимание на это. П-01, вот индекс активности респираторного драйва, то есть степень снижения давления в дыхательных путях в первые 0,1 секунду спонтанной попытки вдоха, повторю, чаще применяется у пациентов нейрологического профиля. Если неудачный тест спонтанного дыхания, что мы видим у пациента? Это, конечно, субъективный дискомфорт, беспокойство. Может быть, нарушение сознания, это касается нейрологических пациентов. Активное участие в вспомогательной мускулатуре. Спонтанная тахипноя или, наоборот, бродипноя. Индекс стобина растет, снижается оксигенация. Тахикардия или, наоборот, бродикардия, соответственно, гипертензия и гипотензия. Поэтому долго не ждать, надо вернуть пациента на необходимый уровень респираторной поддержки, стабилизировать состояние, оценить, почему была неудача, в чем дело. Декочная механика не готова, центральное угнетение дыхания, слабость дыхательных мышц, повышенная еще вентиляционная потребность, например, при той же выраженной гипертермии. Гипертермия. Если у пациента некупированная выраженная гипертермия, очень трудно заниматься отлучением. Ларингеальные проблемы и так далее. Может быть, самые различные проблемы по этому поводу. А потом, позже, можно повторить тест спонтанного дыхания. И вот действительно, легочная механика имеет значение, что часто недооценивается. Вот Тобин еще раз в своей книжке обращает наше внимание на это. Обязательно оцените легочную механику по сопротивлению. Чем больше сопротивление, тем менее эффективен процесс отлучения. Чем больше жесткость легких, тем менее эффективен отлучение. Чем больше ауто-пип, тем сложнее пациентов отлучать от ИВЛ. Это еще раз. Отдельно, буквально только один слайд по особенностям Хоббл. Я просто не могу держаться, потому что тоже есть тут ряд особенностей, имеющих существенное значение для вероятности отлучения. Это, прежде всего, неготовность дыхательных мышц. У пациентов, особенно при длительно болеющих Хоббл и длительно находящихся на ИВЛ, возникает слабость дыхательных мышц. Нам надо более тщательно оценивать индекс Тобина. Высокая ауто-пип. Обязательно заниматься мероприятиями по снижению ауто-пип, иначе эффективность отлучения будет низка. Неостаточная проходимость дыхательных путей. Обращать на это внимание. Слабый кашлевой рефлекс. Избыточная вентиляция, то есть слишком низкий ПЦО2 и избыточная оксигенация. Этим пациентам не нужна сатурация больше 95. Это типичные такие ошибки и причины. Поэтому здесь, видите, пациент вдыхает с уровня ауто-пип. Он такой вот задержанный вдох, а здесь вообще он не может вдохнуть от уровня пип. Ему не хватает сил синхронизировать себя с аппаратом. Поэтому ауто-пип, конечно, влияет. И по этому поводу в своё время даже было соответствующее исследование, что если у пациента есть значительное количество неэффективных вдохов, которые не трегируются аппаратом, то существенно удлиняется время ИВЛ, существенно затрудняется отлучение. Поэтому бороться с ауто-пип надо обязательно. У пациентов с вероятным развитием лево-желудочковой неостаточности, а она может быть, она может быть. Ещё в 80-м году в классической работе Лемер с авторами показали, что на фоне теста спонтанного дыхания и отлучения давление заклинивания легочной артерии может резко возрастать. Здесь они вообще в районе 40 пишут. Это огромные цифры давления заклинивания легочной артерии, показывающие сердечную неостаточность. Поэтому, как вариант, предложено параллельно с отлучением предложено применение периферических вазодилататоров. Особенно они показаны у пациентов, у которых уже была перенесена ОЛЖН, у пациентов с длительной хронической сердечной неостаточностью. При сочетании ХОБЛ и ХСН и труднокоррегируемой артериальной гипертензии была предложена методика, параллельно с процессом отлучения, у них применять периферические вазодилататоры для профилактики вероятных проблем с сердечной неостаточностью. Баланс жидкости. Баланс жидкости. Об этом тоже мы не должны забывать. Гипердидратация пациента не способствует эффективному отлучению. Чем в большей степени пациент гипердидратирован, тем сложнее будет его отлучить от ИВЛ. Это, в принципе, давно известно. Ларингеальная проблема. Какие могут быть ларингеальные проблемы после экстубации? У ряда случаев могут быть различные воспалительные и отечные проблемы, поэтому предложен тест на утечку мимо манжеты, когда сдувается манжета эндрохиальной трубки и смотрится, насколько увеличилась утечка. Современные аппараты показывают уровень утечки. Если действительно увеличивается утечка, значит нет больших проблем в области региальных отделов. Если утечка незначительная, либо её вообще может не быть, значит там есть проблемы. Есть проблемы в ларингеальной области. Отсюда рекомендация 2017 года. Дополнительная рекомендация, что у пациентов, имеющих риск постэкстубационного стридера и не прошедших тест на утечку мимо манжеты, рекомендуется введение стероидов, а потом экстубация. Вот такие основные факторы риска постэкстубационного стридера это длительная интубация, травматическая интубация, реинтубация, либо какая-то предшествующая ларингеальная патология. Видите, как много факторов надо учитывать. Дальше, НИФ и отлучение. В дополнительных рекомендациях мы видим, что у пациентов с высоким риском неудачной экстубации, с трудным отлучением рекомендуется неинвазивная вентиляция. Особенно это у пациентов возрастных или относительно возрастных, особенно у пациентов с ХСН или с прорудочковой осащенностью. У пациентов, если бы у них брали газы крови, от пациента без ХОБЛ, если во время теста спонтанного дыхания вы брали крови и увидели относительную гиперкапнию, у этих пациентов тоже потом рекомендуется НИФ. Нейромышечная патология, особенно ХОБЛ, особенно ХОБЛ, это требуется НИФ. Если была предыдущая неудачная экстубация, тоже требуется НИФ в плане отлучения и ожирения. Индекс массы тела больше 35. Вот всё это основные показания, чтобы использовать неинвазивную вентиляцию после экстубации. Это повысит эффективность. И наиболее эффективно НИФ в плане отлучения – это при ХОБЛ. Наиболее эффективно. Есть по этому поводу самые различные данные. Абсолютно я не буду все перечислять, но вот именно подчеркивают наибольшую вероятность при ХОБЛ, неинвазивной вентиляции в плане отлучения. И поэтому у данных, в том числе и последние исследования 2019 года, оно показывает, что в целом госпитальная смертность без достоверных излишек, это применение НИФ или нет. Но вот у пациентов ХОБЛ ожидается применять. Повторю, что рекомендуется, и я вам рекомендую из практики применять, если есть в ваших аппаратах, такая возможность, компенсацию сопротивления эндархиальной трубки. Потому что трубка эндархиальная или даже эндархистомическая – это самое узкое место в дыхательном контуре. Соответственно, там самое высокое сопротивление по закону Пуазеля-Гагена. Значит, надо компенсировать это сопротивление. Во время спонтанных вдохов пациент в той или иной степени вынужден сам компенсировать это сопротивление. Помогите ему данной методикой, пациенту, и вы поможете ему отлучиться. Вот мы видим на экране такие вот две, на графике давления две кривые. Они сейчас вот, одна кривая – это измеренная, вторая – расчетная. Они между собой относительно близки. Значит, мы хорошо компенсируем сопротивление эндархиальной трубки. К сожалению, по этому поводу не так много исследований. Я вот нашел такое исследование еще 2009 года, что применение совместного поддерживающего давления плюс компенсация сопротивления трубки уменьшает время нахождения на ИВЛ и помогает в отлучении. Трахеостомия. Еще один предмет для бурных дискуссий – когда, кому, зачем, почему и так далее. Здесь, то есть, потенциальные преимущества хорошо известны. С ними, в общем-то, более-менее все согласны. Потенциальные. Это и субъективная переносимость, и синхронизация, и мобильность, и санация, и питание, и сопротивление. Конечно, масса есть различных. То есть, ну, по крайней мере, я сторонник относительно ранней трофеостомии. Но по этому поводу бывают различные бурные дискуссии, и в отделении, и в заведующем. Разные бывают ситуации. Но вот как-то вот я вижу, что действительно пациенты и лучше вентилируются, и лучше санируются. Когда вот идет речь о длительной, особенно длительной ИВЛ, мне представляется, что лучше, наверное, все-таки пораньше, пораньше заниматься трофеостомой. Таких вот нет абсолютно четких явных данных, связанных с трофеостомией и отлучением. Вот нет, вот все научные данные недостоверны. То есть, есть положительные, есть положительные моменты и по работе дыхания, и проходимости, и меньше времени на ИВЛ, и меньше времени нахождения в УИТР, и меньше вероятность развития вентиляционно-ассоциированных, извиняюсь, вентилятор-ассоциированных пневмонии. Но вот с научной точки зрения это мало достоверно. Высокопоточная кислородотерапия сейчас применяется в том числе и у пациентов для отлучения. В том числе, в том числе, поток, по крайней мере, у взрослых больше 40, должны быть специальные назальные конюли. Размер конюли не должен превышать 50% площади входа в ноздрю. Размер конюли не превышает 50% площади входа в ноздрю. Тогда можно подать высокий поток. Иначе вы не сможете подать высокий поток, даже не пытаетесь. Обогрев и увлажнение обязательно должно быть. Не верьте, попробуйте сами подышать сухим кислородом с потоком 60. Я пробовал, ничего хорошего не получил. Есть, опять-таки, определенные научные данные, что в плане отлучения высокопоточной кислородотерапии помогает в уменьшении вероятности реинтубации и лучшей оксигенации после экстубации при том же ФИУ-2. Есть целый ряд по этому поводу исследований, работ и даже уже и метаанализ по этому поводу. Поэтому вполне, если у вас есть возможность, вы можете применять данную методику. Еще один важный, тоже бывает, ну, по крайней мере, раньше было предметом дискуссии. Когда отлучать, экстубировать, днем или ночью, определенно днем, точно могу сказать, и за свой опыт, и опыт своих коллег, определенно днем. Несмотря на то, что, к счастью, значительно меньше любителей заниматься отлучением и экстубацией ночью. Все меньше и меньше, это хорошо, потому что я наблюдал разные проблемы, связанные с этим. С тех пор уже очень давно, лет 25, вообще даже не пытаюсь заниматься различными ночными отлучениями, экстубациями и так далее. И даже, видите, по этому поводу есть и обсервационная статья, даже показывающая, что ночная экстубация, коррелируя с более частыми реинтубациями, если успеют, и большей смертностью. Научного объяснения нет, как пишут авторы, но это определенно так. Не надо заниматься отлучением и экстубацией по ночам, только если больше делать нечего. Конечно, это действительно тернистый путь отлучения, действительно, как указывает ПРН с авторами, тоже весьма интересная статья по проблемам отлучения. Он так схематично потом расписывает в статье все эти проблемы, тоже советую почитать. Основные проблемы, может быть, избыточная работа дыхания. То есть пациент еще не был готов по легочной механике особенно. Нарушение легочной механики, это, к сожалению, мало учитывается. Сердечная неостаточность неостаточно учитывается. Центральное угнетение дыхания, особенно у неврологических пациентов, нейрохирургических пациентов. Нейромышечные проблемы, метаболические проблемы, нутритивные. Если пациент истощен, ожидается проблема с отлучением и так далее, и тому подобное. Вот видите, тут целый ряд есть проблем, которые надо проанализировать. Я сейчас уже закончу, есть пару слов по автоматизированному отлучению, потому что действительно назрела проблема, что есть, особенно с имеющимися возможностями, то есть те или иные автоматизированные системы отлучения могут существенно нам в этом плане помочь. То есть теми или иными методиками потенциал автоматизированного отлучения весьма большой, поэтому если у вас есть те или иные методики, я рекомендую вам пользоваться. Вот мы более широко пользуемся ESV, которая регулирует целый ряд параметров в зависимости от легочной механики, но с точки зрения отлучения процесс упрощается, потому что мы всего лишь уменьшаем степень респираторной поддержки и уменьшаем ПИП и концентрацию кислорода, и дальше ESV сам переходит с управляемого давления на поддерживающее. Это важный момент, то, что я вам говорил, никакой приудиловки быть не должно. И уменьшает респираторную поддержку в зависимости от активности спонтанного дыхания, а в случае чего он сам её увеличит. Вот такой вот момент важен. И даже тест спонтанного дыхания мы тоже можем провести с помощью ESV в значительной степени, уменьшив его параметры, и на картинке мы видим весьма чётко. Вот ESV, в данном случае пациент ещё не готов, у пациента такие жёсткие, лёгкие, есть некоторые проблемы с дыхательных путей, инспираторное давление высокое, частое управляемых вдохов высокое, поэтому тут явно мы не можем говорить о каком-то отлучении, и постепенно там со снижением седации, с готовностью легочной механики, мы видим, что ESV сам снизил давление до 10, нет ни одного управляемого вдоха, и у пациента приемлемая частое спонтанных дыханий. Дополнительно у нас есть подсказка вот такая, по отдельному окошку мы видим, находится ли пациент по ряду показателей в зоне отлучения. Вот такой визуальный мониторинг, конечно, здорово помогает в оценке, то есть без большого количества цифр по визуальному мониторингу мы действительно видим, где находится пациент в плане отлучения по целому ряду показателей. Но есть и более серьёзные системы, которые проходят вот эти этапы, этапы практически автоматические, почти, до экстубации, пока ещё сами не экстубируют, к сожалению. Но может быть в будущем сами будут экстубировать. Система IntelliVent проходит все эти этапы автоматически, включая и тест спонтанного дыхания, и показывает нам, всё ли хорошо. То есть она по науке показывает, соответствует ли всем критериям. Если соответствует всем критериям по кислороду, по поддержке, по частоте и так далее, тогда продолжает, переходит на тест спонтанного дыхания, и мы видим весь этот процесс как бы со стороны. В данном случае тест спонтанного дыхания успешно пройден, и мы уже оцениваем, можем пациента экстубировать или нет. Если произошло что-то не так, допустим, вот здесь частота слишком увеличилась, частота спонтанного дыхания, он прекращает тест спонтанного дыхания, и обратно сам переходит на предыдущий уровень респираторной поддержки, то есть безопасность прежде всего. Конечно, есть ряд преимуществ вот такого автоматизированного отлучения. Если в вашем учреждении есть одна из таких методик, я очень рекомендую вам пользоваться. Помощь вполне реальна, тем более, что есть и научные данные сейчас, показывающие, что применение автоматизированных способов отлучения реально и достоверно помогает в процессе отлучения. Закончить хочу замечательными словами Владимир Владимирович Касили, который он не уставал повторять много-много лет, что чем раньше прекратить ИВЛ, тем лучше, но только тогда, когда она перестала быть необходимой. Спасибо за внимание.